В общем, так или иначе, эта история началась с статьи в новой газете, которую написал Сергей Соколов, которая была посвящена расследованию убийства в Кущевской. И там он сделал некую метафору, если угодно. Он написал, что цапки, опора власти через запятую Бастрыкина, Грызлова, Патрушева, а они, в свою очередь, опоры бизнеса цапков. Так вот, в рассказе Муратова дело выглядело так, что в ответ на эти претензии главный исследователь страны вывез журналиста, ну, получается, что ли, разборку по понятиям. Пожалуй, менее убедительный ответ на такие претензии придумать трудно. Но уже на следующий день конфликт был исчервен так же быстро, как и начался. Бастрыкин принёс извинения, извинения были приняты, всё, проехали. Акционер новой газеты Александр Лебедев считает, что это вообще важнейший позитивный прецедент в отношениях власти с прессой. Я спросил его, что это, нервный срыв или всё-таки некое свидетельство, ну, проблем с системой правоохранительной как таковой или в отношениях, ну, властей и общества. Вот что он ответил. Система, конечно, находится в положении, ну, часть её поражена просто, она коррумпирована. Но это не к Бастрыкину и не к Следственному комитету. Скорее, к другим ведомствам слабым. Это раз. Два. А кто из нас, а кто из нас без, ну, часть ФСП, там, небольшая часть, вот эти вот финансовые контрразведчики. Кто из нас без греха, вот честный человек, положа руку на сердце, которому, там, 30, 40, 50 лет, он скажет, никогда он в жизни не горячился, он не говорил всяких глупостей, гадостей, за которые потом стыдно. Да у всех это было, честно говоря. Поэтому, на мой взгляд, важнейший вывод из всей этой истории, что мы можем договариваться, мы можем извиняться, мы можем давать критическую оценку собственным действиям. Много раз Путин извинялся? Ни разу. Или было? И я не помню. То есть он всегда прав? А бывает так, что человек всегда прав? Думаю, что нет.